Всем доброго, доброго вечера. Сегодня, друзья мои, уже пальцев даже не хватает, одиннадцатый день. Короче, сегодня одиннадцатый день, друзья мои, значит, и что сегодня за день произошло. Сегодня был построен практически, практически построен каркас для наших пологов. Значит, каркас у нас выполнен из лиственницы. Как все получилось? Ну, в двух словах, друзья мои, не буду никого сильно грузить. Эта лиственница взята была совершенно случайно. На самом деле вот эта вот лиственница должна была быть брошена на полы, то есть из нее должны были быть отличные полы. Но из-за того, что наши строители накосячили и захерачили там кучу болтов, там, где не нужно, вот. А половину пола пришлось просто вскрыть. Сейчас здесь, как я вчера говорил, пол другой совсем лежит. Тоже из лиственницы, но другой. Вот еще разочек покажу. Видите сейчас, какой пол. То есть, ни единого самореза, ни гвоздя. Вот. А так что вот такой вот сейчас пол. Рифленый немножко для массажа ног. Так вот, значит, что? А вот эта лиственница у нас, чтобы не выбрасывать, как говорится, чтобы все было в пределе. И очень, и очень классная получилась у нас конструкция. Даже строители и рабочие, которые здесь сейчас монтировали каркас в нашей парилке, сказали, что первый раз они делают, ну, каркас из лиственницы. То есть, он получился просто такой вот прям, да. Добротный, жесткий, здоровый, классный каркас. Вот здесь у нас, не знаю, специалисты, наверное, уже поняли. А те, кто не так хорошо разбирается в материале, это абаш. Друзья мои, абаш – это африканское дерево, которое не боится перепадов температур. Оно растет, соответственно, в Африке. И где разный, ну, меняющийся постоянно климат, да, она выдерживает и большие температуры, и большую влажность. Поэтому абаш – пофер на все. Вот. А он очень оптимально подходит для этих саун и парилов. Поэтому, единственный минус Абаша, единственный минус Абаша – это его цена. Он довольно-таки дорогой. Ну, кто-то мне сказал, а может быть и классик, кстати говоря, сказал, живем же один раз, поэтому почему бы не взять и не использовать материалы за абашу. Вот и все. Собственно говоря, вот это вот, весь каркас будет обшиваться вот этим Абашем. Ну, такой, темно-коричневый, благородного цвета. Этот каркас сейчас я вам похвалюсь, конечно. Этот каркас два дня я проектировал. Проектировал, нарисовал, чертил. Короче, вот смотрите. Это собственное изобретение. Просто воплотили работники. Вот это все с бумаги перенесли, короче говоря, вот живой. Он усилен. Здесь много балок, которые усиливают. Потому что изначально он был просто… Я смотрел даже в интернете. Почему-то очень многие показывают, если делают каркасы, они у них крепятся как-то к стенам, не только к стенам. Здесь мы усилили этот наш каркас дополнительными ножками. Завтра мы будем усиливать вот эти вот перегородки дополнительно рейками. Вот они, кстати, уже готовы. там будут такие же из лиственницы. Рейки вот здесь вот будут забиты. Что еще по поводу каркаса расскажу. Здесь у нас большая доска будет из Абаша. И здесь у нас тоже будут доски. Изюминка этого пола рассказываю вот в чем. Так как, как, наверное, все уже увидели, вы, друзья, у нас здесь парная не такая большая, вот, а точнее она получается в размер у нее 2,4 на 2,4 метра квадратных. У нас встал вопрос. Мы же хотим париться? Мы хотим париться. Мы хотим, чтобы в бане веничком прям хорошо так пропарили, пропарили прям вот. И здесь можно париться, и здесь можно париться, и чтобы еще просто посидеть, отдохнуть. Поэтому пологи мы сделали лавки для пологов широкие, да, то есть по 60. Ну, это оптимально советуют банщики и кто-то занимается парилкой. Советуют, чтобы полог был шириной не меньше 60 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы на нем было просто удобно и комфортно лежать. Вот. Соответственно, мы сделали, ну, так как нам советовали профессионалы, мы сделали наш каркас для пологов 60 сантиметров шириной. Вот. Но с чем мы столкнулись? Чем мы столкнулись? Столкнулись с тем, что так как парилка у нас маленькая, у нас вот этот вот вынос вот этой второй нашей как он называется, сидушечки, сидушки, вынос второй сидушки получается вот здесь. Вот у нас вот здесь он должен проходить, вот так вот, вот так, видите, вот так. Что мы имеем, если это так было, бы? Мы имеем вот что, вот я когда сижу, парюсь, и когда кто-то приходит, видите, у меня тут коленки, а если много народу, кто-то заходит и прям в коленки в мои упирается. И то есть у нас остается слишком мало места и пространства в самой нашей парной. Так вот, нельзя мое. Пришла мне в голову инженерная мысль, а почему бы не утопить вот этот первый полог туда вовнутрь? Вот мы подумали, как это сделать и решили утопить его немножко на 20 сантиметров. Мы его углубили туда, вовнутрь. Здесь мы его завтра зашьем нашим абашем. И у нас получится такая вот ниша. И при этом, что у нас тогда, что нам это дает? Нам дает дополнительное пространство, во-первых. Во-вторых, мы спокойны, если нам нужно париться, я завтра это буду показывать, ложусь и использую лавку вот эту вот первую, использую для того, чтобы нормально пропариться. То есть можно лечь на лавку вот так вот, милочками, проферачить, да и нормально. Вот, так что ножки, 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 ножки. Мы же все любим париться в основном на второй полке, правильно же? Как правило, дети или женщины, или девушки, снимают, слезают на первую полку этот... Как правило, девушки или женщины только ложатся на первую полку, потому что парта поднимается кверху, и тут, соответственно, температура совсем другая. Исходя из этого, я вот что добавил к этой конструкции, опять же, докинул, что обязательно хотелось бы видеть, да? Вот это вот уголочек. Строители всячески мне просто уговаривали, не делай угол, не делай, здесь сейчас слишком мало места, ты угол никак не сделаешь. Я говорю, не хрена, сделай угол, я вам все спроектирую, два дня дайте мне, через два дня я им выйду чертеж, где вот видите, у нас появился угол, то есть можно сидеть вот так вот, вытянув ножки здесь, можно будет сидеть, вытянув ножки вот здесь. Здесь завтра у нас будет такая, как она называется, ну такая вот ручечка, спинка верни, чтобы никто отсюда не съехал туда в печь прям, не сжарился так, не дай бог, вот, а то мало ли что. Ну и вот, здесь будет, короче, такая у нас подлокотничка, не слитка, а подлокотничек, так, чтобы ручку можно было класть, и чтобы отсюда здесь можно было сидеть, или здесь можно было сидеть, и вот очень удобно. Так, значит, вот еще над чем я немножко подумал. Я подумал вот, если здесь удобно лежать, здесь удобно лежать, а я хочу париться, а рост у меня метр восемьдесят пять почти что, а я хочу париться вот здесь, на первой лавке, ну в основном-то так, венчиками, а не на второй. Так вот, я долго думал, как же так, если я сделаю здесь вторую, эту, вторую лавку нашу, тогда я лишусь пространства вот здесь. Выход был найден, смотрите. Так же, как я сделал вот здесь вот спроектировано вот это ниша углубления вот туда вот, чтобы увеличить нашу ширину лавки первой. Так же мы сделали углубление вон туда вот. То есть, лежа здесь, лежа вот тут вот, мы будем ножками вон туда вот. Смотри. А здесь у нас будет такая вот прикольная зона. Короче говоря, друзья мои, когда завтра будет полностью доделан наш колод, вернее, наши колоди, я завтра все еще раз прям наглядно покажу и расскажу. Пока что это только скелет, пока что это вот так оно выглядит. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот так оно пока выглядит. Наверное, можно сверху так снять, снизу, сверху. Вот. Пока это выглядит вот так. Как сегодня, кстати говоря, когда пришел сейчас буквально недавно печник, он сказал, он сказал, а что вы, когда работники называют, говорит, сделали. Он говорит, а что вы сделали? Печь без дымохода, не подключена, не установлена, пол, не собрана, а через стилет только, ну, говорит, стены только отбили, и все, что вы, сделали? Вот так вот, представляете, друзья, одиннадцатый день, херачат, херачат люди, и вот так вот, ничего не сделали. Вот, получается так. Так что завтра будет, наверное, много изменений, которые уже будут просто вот так на лицо. Когда здесь все сделается, покрасим потом обработкой стены, потолок, пол. Я расскажу обязательно в следующих выпусках, чем лучше красить, чем лучше защищать стены, потолок и пол в парглэй. Ну, все. На сегодня все. Пока больше рассказывать нечего. Все, хорошего всем еще раз, друзья мои, вечера. Доброй ночи. Все, пока-пока, до завтра. Пока.